Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Что-то мы с вами давненько не виделись, надо исправлять. И у нас сегодня есть очень хороший повод. У нас сегодня в студии гость, который сам привык задавать вопросы, но ему придется сегодня ответить. Это победитель своей игры Евгений Быстров. И давай, Женя, сначала расскажем, как, собственно, проходила эта игра. Вот до последнего ты держал интригу. Ты знал, что ты победил. Кто знал об этом еще? Твоя семья, может быть, друзья какие-то? Или ты вообще никому не говорил? Скоро говоря, я в этот раз даже жене не говорил. Обычно я, конечно, сообщаю результаты. Но вообще, строго говоря, по правилам программы должна быть так называемая тайна эфира. То есть, по идее, вообще никто знать не должен. Ну или если даже кто-то кому-то говорит, опять же, из близких родственников, обязательно условие, чтобы это никак не попало в открытые источники, в интернет. Сейчас в этом плане стало сложнее. Потому что сейчас, если кто-то, сами понимаете, узнает и, не дай бог, где-то выложит, то, опять же, разойдется везде мгновенно. И, конечно, передача это невыгодна. Какой-то штраф, может быть, там, или больше не пригласят? Ну, в теории, наверное, могут, да, дисквалифицировать. Потому что, в принципе, мы там подписываем определенные договоры. И это, в том числе, один из пунктов. Ну, вообще, вот ты приехал, это который раз уже для тебя был? И сколько ты уже выигрывал? Вообще, сама игра, получается, у меня это была 14-я по счету. Но в разах, наверное, чуть меньше получится. Потому что у меня получалось, что я приезжал на какие-то игры и две игры подряд играл. Ну, то есть, ну, раз 10, наверное, я уже, получается, ездил именно на съемки. И, получается, вот это была шестая победа, да. Вот расскажи, пожалуйста, какой путь нужно пройти для того, чтобы попасть вот туда, прямо на НТВ. Не просто где-то там поиграть в свою игру, а именно... Ну, там есть система отборов. У меня уже, получается, конечно, страшно сказать, почти 20 лет назад я ее проходил. В 2005 году я первый раз играл. А отбор-то, действительно, наверное, на самом деле уже больше 20 лет назад был. Потому что обычная система так устроена, что сначала ты проходишь... Тогда еще это был так называемый телефонный отбор. То есть, тогда мне звонили на мобильный телефон и прямо вот в прямом эфире задавали вопросы. Там из 20 надо на сколько-то ответить, по-моему, больше, чем на 12. И после этого тебя записывают в определенный список. И через какое-то время нужно будет ехать уже на очный отбор. То есть, он у нас проходил прямо вот в студии тогда. То есть, вместе с ведущим. Там иногда сам Петр Борисович Кулешов ведет, иногда его какие-то помощники. Но то есть, это уже такой отбор максимально близкий к самой игре. Только что не показывают, а так, да, прям с тумбочками, с кнопочками, с вопросами. И там уже на тебя смотрят, как ты именно держишься, так скажем, в игровом плане. Потому что по телефону там разные, может быть, вплоть до подсказок, может быть, даже. А здесь уже ты никуда не денешься, на тебя смотрит редакция, делает какие-то выводы. Ну, вот смотри, вот ты говоришь, смотрят редакции. Они вам как-то рекомендуют, как себя нужно вести? Или какие-то слова, может быть, запрещено у них говорить? Ну, в целом, на самом деле, там таких прям подробных инструкций не было. Они вот именно, что смотрят, насколько человек действительно сам естественно себя ведет. То есть, каким он действительно есть в обычной жизни. Кем он является в обычной жизни. Потому что, ну, тоже всякое бывает. Бывают люди с не очень устойчивой психикой, там, не очень адекватные. И, возможно, они и в эфире себя будут так вести. Поэтому, ну, какая-то общая такая картинка о человеке должна складываться. Потому что помимо непосредственного игровой силы, еще важно, поскольку это все-таки телевидение, картинка, важно, чтобы человек еще и в этом смысле был таким подходящим. В некоторых видах спорта, когда, там, соперники, например, приходят, встречаются в одной комнате, они устраивают какие-то битвы взглядов или, там, ну, смотрят друг на друга косо. У вас такое бывает? Или вы общаетесь просто, а потом раз, вышли и соперники уже? Ну, на самом деле, в целом, конечно, обстановка очень доброжелательная. Особенно среди тех, кто давно, так скажем, в этой тусовке. В этот раз, вот я, например, ездил, и там был такой достаточно известный игрок Александр Успанов, который в свое время был обзорщиком в интернете своей игры, потом сам ему сказали, давай уже сам съездишь, что ты там все время остальных обсуждаешь. Он съездил, очень хорошо сыграл. И он на каждых съемках участвует, даже если он сам не играет, то в качестве зрителя. Вот мы с ним общались, и он тоже, там, давал мне какие-то советы, в том числе. То есть, хотя, опять же, в теории мы с ним, естественно, я с ним и до этого, кстати, играл, мы с ним в любой следующей игре в теории можем встретиться, но, тем не менее, он мне советовал, какие-то нюансы объяснял, которые, может, я там как-то упустил из виду. То есть, в целом, обстановка очень в этом смысле такая позитивная. Хотя, с другой стороны, я вот вспоминаю, что уже интервью, там, легенды своей игры Александра Эдигера, он к этому немножко по-другому относился. Вот для него и действительно была такая психологическая схватка. То есть, он, как врач-патологоанатом, кстати, он говорил, что я вот чувствую запах страха, а у него такие были драматические сравнения, когда взрослые мужчины там падают в обморок, кто-то не выдерживает напряжения и так далее. То есть, он вот шёл как на рыцарский турнир, действительно. Было такое, чтобы там кто-то падал, плакал? Ну, при мне, слава богу, нет. Наверное, это не самое приятное зрелище. В целом, в основном, ну, люди, конечно, так воспринимают это те, кто уже поопытнее, как такой вот праздник своего рода. Те, кто только начинает, конечно, они нервничают. Я тоже, естественно, нервничал. Но в целом, всё равно, и там, и зрители поддерживают, аплодисменты, и ведущие очень доброжелательные в этом смысле. А вот смотри, вот мы смотрим в эфире эту программу, там есть какие-то рекламные паузы, а вы в это время что делаете? Или у вас их нет? А у нас их на самом деле нет. То есть в этом смысле, опять же, вот очень такая мне нравящаяся передача в том плане, что там практически идёт запись, как эфир идёт по времени. То есть там паузы буквально, не знаю, минутные, может, двухминутные между раундами. То есть, там, не знаю, водички попить, не знаю, кому-то, может быть, жарко переодеться и так далее. Ну, то есть вот сколько вы в эфире видите передач, она чуть-чуть больше идёт, может, минут на 10. Женя, а почему там гораздо больше мужчин, чем женщин? Хорош, конечно, вопрос. Ну, на самом деле, получается, зависит от того, что и заявок женщины подают меньше, потому что в целом там есть, конечно, и сильные очень игроки, девушки. Но это, мне кажется, такая общая история. Это примерно то же самое, почему вот в шахматы в среднем играют меньше все-таки женщин. У меня вот ребёнок, дочка занимается шахматами, и мы сейчас вот немножко окунувшись в эту тему, мы всё время смотрим, что когда заявляемся на какой-то турнир, ну, в среднем, вот даже детский возраст, конечно, мальчишек гораздо больше, там, в 2-3 раза бывает. И чем дальше, тем меньше, в общем, девушек. Женщин тоже, наверное, в том числе поэтому, потому что, ну, у женщин, естественно, там у них семья, дети, быт в этом плане. И, наверное, ну, тоже по-разному, конечно, бывает, но, наверное, всё-таки для мужчин вот именно вот этот вот соревновательный эффект, он важнее. Потому что мужчины, действительно, они, когда в такую ситуацию попадают, все как-то хотят всё-таки показать какие-то свои амбиции, свои способности и так далее. У женщин, как мне кажется, в среднем это, ну, не настолько такое выдающееся желание. Их другие приоритеты в жизни. Что для тебя проще, самому придумывать вопросы и, собственно, вести игру или участвовать в этих играх? Мне проще участвовать, потому что, когда ты сам придумываешь вопросы, это, ну, в идеале это, конечно, творческий процесс, потому что хочешь, чтобы вопрос был интересным. И иногда над какими-то вопросами, там, очень долго действительно сидишь, там, опять же, ищешь какой-то факт, например, и так далее. А здесь, по сути, вот я и говорю, чем хороша вот своя игра и, в принципе, интеллектуальные игры, квизы, ты пришёл и, можно сказать, с нуля, потому что вот многие тоже спрашивают, родственники там и так далее. Ну, родственники сейчас уже все выучили, но вот знакомые, они говорят, вы заранее знаете темы? Темы мы, конечно, заранее не знаем. Поэтому вот это как раз особое удовольствие такое, когда ты вот видишь темы и конкретные вопросы, ты понимаешь, что, оказывается, ты это откуда-то знаешь. Я сам, естественно, про это, может, уже давно и не вспоминал, а тут какие-то вещи вот всплывают в голове разных причём отраслей и направлений, то есть в этом особый кайф. Ну, это можно назвать знаниями, умом или эрудицией, что здесь важно? Ну, в целом, вот телевизионная своя игра, это сейчас уже тоже больше стало на логику, потому что тут есть такая определённая эволюция. Если мы посмотрим там выпуски, опять же, уже 30 лет в этом году передачи, выпуски 90-х годов, там, как правило, вопросы были на чистое знание. Сейчас редакция, она старается, особенно вот вопросы аукционные или вопросы финальные, часто делать, вот как знатоки любят говорить, на раскрутку. То есть чтобы ты там что-то сопоставил, какие-то там смог сделать логические ходы, и именно придумал ответ, даже если ты его не знаешь. Поэтому в целом, конечно, в своей игре больше вопросов на чистое знание, чем, допустим, что, где, когда, но вообще, конечно, сейчас тоже на логику стало больше. Ну, вот смотри, в Блакове ты проводишь много разных форматов, а почему своей игры у нас нет? Буквально сегодня будем проводить, но, правда, сегодня она будет у нас именно музыкальная, хотя мы, на самом деле, в своё время периодически играли, лет, наверное, пять назад, у нас каждый понедельник были именно игры по своей игре. Потом постепенно, вот сейчас уже стало больше квизовой такой направленности, но мы сейчас стараемся разнообразить. Я вот вчера давал объявления, есть люди, которые готовы уже вот это тоже вписываться, и в целом, ну, мы несколько раз в год в любом случае играем, но тут ещё тоже такой момент. Своя игра, она, конечно, имеет специфику в том плане, что там игра индивидуальная. И в этом смысле не все там психологически готовы. Люди очень любят играть в командах, там, с друзьями, особая атмосфера, какая-то такая вот тусовка тоже, а здесь, получается, ты один сидишь, ты один думаешь, на тебя одного все смотрят. То есть кому-то это не очень подходящий формат, но в целом я думаю, что мы будем и эту тему тоже развивать. Ну, про развитие вот ты сказал у нас, нашего движения интеллектуального в Блакове. Достигло ли оно своего пика, или ему ещё есть куда идти, или вот он всё застой? Тоже вот очень хороший, конечно, вопрос, но сейчас точно не застой, потому что у нас сейчас, даже если мы количественно будем смотреть, у нас сейчас такой очень серьёзный подъём, даже с учётом того, что у нас в городе уже три квиза, по сути, получается, и при этом каждый из них находит своих игроков, и, ну вот, тоже вы в курсе, я думаю, сами участвуете. В последних играх у нас достаточно много людей, мягко говоря. На некоторых играх очень много людей, причём даже тематические игры стали собирать достаточно такое большое количество. То есть, ну вот порядка 150 средняя такая большая игра, бывают игры, где даже больше 200 человек. То есть, мне кажется, сейчас как раз вот такой идёт накопительный эффект, потому что, ну, город у нас всё равно относительно небольшой, все там друг по другу постепенно передают информацию, и как-то вот действительно команды стали образовываться. Я вот даже за последние пару лет наблюдаю, что вот кто-то кого-то пригласил, и этот кто-то в итоге приглашённый собирает свою команду, в свою очередь. То есть, такая вот идёт некоторая ротация, то есть, команд становится больше на самом деле. Это такой естественный процесс. Какие-то, может быть, постепенно исчезают, кто-то с кем-то сливается и так далее. Но в целом сейчас движение, конечно, на подъёме. Я думаю, что это ещё даже не предел. Меня, честно говоря, немного пугает, потому что сейчас уже проблемы с помещением, мы уже не везде даже помещаемся. Вот я и хотела продолжить вот эту тему. Может быть, как-то создать какой-то клуб, найти какое-то помещение. Ну, мы сейчас тоже на эту тему, конечно, задумаемся, потому что, ну, тут уже вопрос становится всё более актуальным. Уже всё равно надо как-то этот момент решать. В любом случае, может быть, будет какое-то деление на лиге, как у нас в своё время было. Может быть, там, опять же, мы какие-то другие придумаем моменты. Но в целом, да, у нас сейчас получается, что потенциально я считал постоянно более-менее играющих команд, вот в Joy Quiz порядка 30. Если они в какой-нибудь момент захотят все вместе собраться, то это, конечно, будет довольно сложно в плане размещения. Самые старые команды, как ты их будешь отсеивать, например? Ну, вообще... То есть лиги вот создавать? Да, мы изначально, когда делали деление, у нас там была экстра лига, так называемая, и мегалига, мы это делали просто по текущему результату. Потому что, ну, тут иногда бывает такое... Сейчас подпирают уже даже и новички. Иногда бывает, что команда, она достаточно давно играет, но по разным причинам. Может, где-то у них там уже потери мотивации, какие-то игроки уходят, уезжают. У нас, кстати, очень много уехало за это время. И команда вроде по опыту, она достаточно должна быть сильная, но пришли такие дерзкие новички, в которые вот с горящими глазами, с азартом, с энтузиазмом. И они начинают уже их обыгрывать. Поэтому логично, наверное, было бы справедливее смотреть вот по текущим результатам и делить в зависимости от того, кто как сейчас играет, а не как вот они по стажу игры, так скажем, выглядят. Ну, вот смотри. Вот команды, например, создались, идут там под одним названием, а потом переназвали, если у них же уже рейтинг будет теряться. Ты как? Ну, нет, ну, во-первых, мы там всех более-менее знаем, там кто как, поэтому здесь, скажем так, такие вот моменты, наверное, хитрости не пройдут. И потом, опять же, обычно это, ну, по опыту просто как делается. Обычно название, даже если оно меняется, то оно, по сути, мы будем считать, что эта команда преемница по составу именно. То есть не по названию, а по составу. То есть если это одни и те же люди, то, конечно, у них рейтинг, скажем так, сохранится. Говорят, что в каждой профессии человек может себя реализовать там в течение пяти лет. Ну, по крайней мере, на одном месте работы. Нужно что-то менять постоянно. Ты уже в этом движении сколько? И не было ли у тебя такого профессионального выгорания, что ты думал, ну, все, брошу и уйду? Ну, вот прям такого, конечно, не было. Понятно, что периодически такие локальные бывают моменты, когда просто устаешь. Тем более, что сейчас действительно, ну, такой график становится все более и более напряженным, потому что помимо вот основных, так скажем, городских игр, которые на виду, которые вот у нас замечательно фотографирует Вадим Пужак и которые там везде выставляются в соцсетях, у меня на самом деле есть еще такая достаточно большая нагрузка, которую больше, конечно, опять же, моя жена вот знает. Это когда я провожу игры в интернете, в социальных сетях, в телеграме там и так далее, потому что вот мы сейчас ведем большой достаточно турнир по своей игре, даже не один. Поэтому у меня еще есть там вечерняя, так скажем, занятость, когда мы проводим бои, уже такому, можно даже сказать, мирового масштаба, потому что там люди с разных стран даже играют. И опять-таки это, ну, занимает определенное время, то есть мы туда пишем вопросы вместе с товарищами и потом проводим. Но в целом, конечно, вот опять же, чем я очень благодарен вот своему занятию, не знаю, насколько это прям профессией можно называть, ну, сейчас, конечно, да, наверное, профессия. Потому что вот тут действительно, ну, нет такой рутины, потому что вопросы постоянно разные, тематики разные. И мне, кстати, в этом смысле иногда приходится вот прям с нуля начинать. Если есть какой-то запрос на какую-то тему, то я прям сам, не знаю, там, смотрю сериал, читаю книги и так далее. То есть готовлюсь, сам что-то новое узнаешь, и действительно это интересно. Потому что, ну, события какие-то новые происходят, какие-то актуальные моменты, может, из новостей ты вставляешь задание, или наоборот, что-то вот из, там, в ретро-играх, что-то из, там, советской эпохи сам для себя узнаешь и так далее. Поэтому в этом плане, конечно, выгореть сложнее, чем, наверное, на некоторых других занятиях. А вот вопросы на какую тему ты никогда не поставишь в игру? Бывает такое? Или у тебя все темы могут быть? Ну, глобально, по большому счету, ну, скажем так, все основные темы. Понятно, что я не буду ставить на игры вопросы про какие-нибудь, там, не знаю, извращения, отклонения и так далее, или что мне, там, эстетически претит. Или, там, какие-то, ну, вот, вопросы, ну, не знаю, условно, там, про жизнь Чикатило, там, тоже, наверное, я думаю, не только мне будет неприятно про это. А так, в целом, такая достаточно широкая у нас палитра. Бывает, что во время игр, ну, даже и мы замечали, и онлайн, наверное, особенно, кто-то может подглядеть. Это на чьей совести-то и как-то с этим бороться нужно, или можно... Ну, бороться с этим, безусловно, нужно. По большому счету, конечно, там, стопроцентной гарантии, тем более в онлайнах мы дать не можем. Хотя, вот, ну, начну с онлайна все-таки, потому что буквально вот перед эфиром мы с моим товарищем, с которым вместе проводили игру, обсуждали этот момент. Я вчера проводил бой, и у меня там возникло такое стойкое ощущение, что человек гуглит ответы. Но, опять же, в онлайне мы, как правило, играем без камер, то есть мы его не видим, этого человека. Но, в целом, есть такие некоторые, опять же, профессиональные моменты, которые позволяют даже там гарантированно этих читеров вычислять. Иногда делаются специальные вопросы-ловушки, когда, ну, там, бывает, приходится даже править иногда временно Википедию, делать там, условно говоря, фальшивый какой-то роман, который, в принципе, в природе не существует, и ставить его как вопрос. Ну, естественно, если человек говорит, что вот ответ этот роман, то этот человек явно читер, потому что этот роман мы только что придумали и только что внесли такую правку Википедию. И такие случаи бывали. Мы ловили людей, их дисквалифицировали. Ну, и понятно, что это дело даже не конкретно в дисквалификации, а в том, что у человека уже репутация подмочена, и есть люди, которые там, не знаю, там, года три назад их поймали и об этом сообщили по организаторам. Мы тоже друг с другом общаемся. Кто-то в открытый доступ выкладывает. Понятно, что к этим людям уже отношение в сообществе совершенно другое. Их кто-то принципиально не принимает, или даже если принимает, к ним тоже приглядывается. С оффлайн-играми, с играми в реалии тут тоже есть, конечно, свои нюансы, потому что когда очень много команд, очень сложно прямо всех отследить. Хотя, опять же, у нас такие случаи тоже уже были. И мы там дисквалифицировали в свое время команды и игроков даже некоторых отдельных. Или, опять же, честно скажем, сейчас в последнее время мы тоже там со своей стороны такие ставим определенные защиты. То есть это и Шазама касается, и некоторых таких вопросов. И потом смотрим. И, опять же, кстати, вот тоже интересный момент. У меня вот буквально, тоже честно скажу, в этом году была ситуация, когда мне после одной из игр подошли люди и сказали, что вот там на одну команду есть подозрения. И, насколько я понимаю, даже не столько из-за того, что кто-то видел там телефоны и так далее, сколько из-за результатов именно. То есть команда очень хорошо сыграла. И мы прям целенаправленно в следующей игре уже с защищенными от Шазама вопросами смотрели на то, как эта команда сыграет. И, честно скажу, были приятно удивлены, потому что эти вопросы уже реально нельзя было отшазамить. Мы там все проверяли, и команда реально сыграла хорошо. То есть тут тоже по-разному бывает. Иногда люди, честно скажем, в азарте, они там как-то какие-то вот эмоции высказывают, особенно если там обидные какие-то результаты, и говорят, что вот, наверное, вот эти люди, они там как-то нагуглили или нет. Но кто-то это даже иногда сейчас уже и в шутку говорит. Хотя, безусловно, такие случаи были. И говорю, да, мы людей некоторых ловили, и там были неприятные разговоры с ними. Вообще, я считаю, что по большому счету это, конечно, все равно в любом случае на совести человека. То же самое в онлайне. Всех все равно никогда никто не отловит. Поэтому люди приходят все равно за удовольствием. И понятно, что такого серьезного удовольствия от игры, если ты регулярно гуглишь, наверное, все-таки не будет. И, кстати, опять же, были ситуации, когда люди, они потом уже, по прошествии времени, честно говорили, что на первых играх да, а потом мы уже поняли, что это бессмысленно. Это регулярно происходит на самом деле, потому что если ты прям втянулся, то, конечно, уже, наверное... Интереснее самому ответить. Наверное, да, интереснее самому. И как-то, ну, оно и больше удовольствия сам получаешь. В последнее время стал использоваться искусственный интеллект. Не боишься ли ты, что он когда-нибудь будет вести игры вместо тебя? Ну, пока не боюсь. Потому что, честно говоря, конечно, вот все равно какие-то человеческие такие моменты, как там принято говорить, роскошь человеческого общения. И, ну, тоже уж честно скажу, они будут тоже лукавить. Бывает, что фактор ведущего тоже достаточно важен. И люди ходят на конкретных ведущих. Опять же, вот у нас в городе все ведущие замечательные. Я их всех знаю. И в этом смысле, кстати, Булакова, честно могу сказать, очень повезло. Потому что я, ну, так скажем, и как игрок, и как мне тоже самому профессионалу это интересно. Я в других городах бываю на квизах. И там в Москве, в Казани, там в Петропавловске, в Камчатском был, там на Курилах и так далее. И люди, ну, тоже уж, наверное, так не совсем корректно говорить про коллег, но у людей разный уровень ведения. Бывает, что это выглядит достаточно так, ну, не ярко. А вот городу Булакову в этом смысле действительно повезло. Это я не про себя сейчас, конечно, а про других своих коллег. Потому что у нас все ведущие замечательные. И, ну, искусственный интеллект, он все равно такой усредненный. Наверное, он таких эмоций дать не сможет. А вот в плане подготовки к игре, тоже вот в последнее время прям активно это обсуждали там с коллегами. Разные есть точки зрения, но тут опять же плюс в чем. А если ты делаешь лично через там нейросеть, какие-то задания там по фильмам и так далее, тут как раз вот колоссальный плюс в том, что они не гуглятся. Потому что этих вопросов нет в сети, и ты сейчас не сможешь за время игры, даже если захочешь, так подобрать. Поэтому тут действительно люди смотрят, визуальная память какая-то, как картинки выглядят, как там песни обработаны. Сейчас даже целые квизы есть, я знаю, порядки экспериментов, которые примут именно нейроквизы. То есть они полностью сделаны искусственным интеллектом. Но, наверное, опять же, это все-таки не настолько вот сейчас, по крайней мере, такая серьезная угроза, потому что вот именно творческий момент, когда люди сами что-то придумывают, сопоставляют, именно в плане вопросов, это все-таки людей больше привлекает в целом. То есть искусственный интеллект, конечно, удобно, и мы его периодически используем, и я думаю, будем использовать, но не в таких промышленных масштабах. Расскажи, пожалуйста, твои планы на свою игру. Если уж мы начали со своей игры, что там у нас дальше-то ждет? Будешь ли ты дальше играть? Ну, вообще, я, конечно, очень люблю и очень бы хотел дальше играть. В субботу будет вот еще один эфир, но тут вот тоже, как я периодически говорю, у нас тут есть такой момент у редакции. Они, как правило, после того, как игрок завершил свою игру, они объявляют, что есть так называемый игровой карантин. Это значит, что в течение года после последнего эфира ты не можешь подавать заявки, потому что нужна какая-то ротация тоже, какие-то новые игроки должны приходить. То есть было бы странно, если бы с 94-го года постоянно играли одни и те же. Хотя там есть, конечно, ветераны. Но чтобы не мелькали одни и те же люди, тоже очень такое разумное решение. Делается пауза некоторая. Хотя, с другой стороны, тоже вот честно скажу, уже не буду лукавить, в этом году своей игре исполняется 30 лет. И, как правило, вот в юбилейные даты, там вот с шагом в 5 лет, проводятся так называемые юбилейные игры, в которых участвуют сильнейшие игроки за все время существования передачи. Я вот в прошлых юбилейных играх впервые участвовал. Игры были посвящены 25-летию. И это, конечно, тоже такие особые ощущения, потому что там состав очень сильный, там практически одни звезды. И когда вот заходишь там вот в так называемую игровую комнату, и ты видишь людей, которых ты там когда-то смотрел еще школьникам по телевизору, тогда еще по телевизору, это действительно такие очень крутые впечатления. То есть там легенды, с ними можно пообщаться, и даже с ними можно поиграть, получается. Поэтому, честно говоря, я бы, конечно, очень хотел еще раз принять участие в юбилейных играх. Насколько я знаю, съемки совсем скоро будут, именно в этом году. Поэтому, конечно, будем надеяться, что в этот раз тоже сложится. Зависит от редакции, они собирают состав игроков. Поэтому, может быть, еще и даже я раньше буду участвовать, чем обычно бывает пауза. Ну, и мы желаем тебе, собственно, чтобы твои мечты сбылись, и встретимся еще в редакции, что-нибудь обсудим в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!